Привет, красотка! И сегодня на моем канале такое мотивационное видео-пиночек под нашу красивую пятую точку, потому что мы сейчас все с вами находимся в одной большой ситуации. Короче говоря, мы сидим на карантине. И в последнее время мне в Инстаграм приходит много вопросов и запросов на такое видео, чтобы я растормошила, замотивировала что-то делать, потому что, видимо, сидя дома и не имея нужды куда-то каждый день ходить, собираться, да, что-то делать, работать, учиться, идти на работу и так далее. Мотивация вставать по утрам, жить, достигать своих целей, не знаю, и делать что-то вообще, очень низкая. И сегодня вы от меня получите целых 7 советов, как полезно провести карантин. Первое и чуть ли не самое определяющее и самое важное в этом списке это иметь режим. Звучит очень скучно и, в принципе, режим мы воспринимаем еще с детства, мне кажется, как что-то такое, да, но серьезно. Вставать в одно и то же время, ложиться в одно и то же время. Да, именно так. И это чуть ли не самый определяющий фактор продуктивного дня и чувство удовлетворения за сегодняшний день, чувство удовлетворения с собой. Я тоже попадала в такую уловку, когда я ушла на заочное обучение. У меня не было нужды больше вставать каждый день в 7 утра, с утра накраситься, собраться, быстро сделать там завтрак и куда-то пойти. И первое время я вот такая на эйфории думала, классно, никакого режима, буду вставать, когда хочу, есть, когда хочу, делать дозе, когда хочу. Сейчас днем они на лекциях, на парах, а я сижу дома и принимаю душ и пою в этот момент. Окей, это, конечно, все очень классно, но через некоторое время, через очень скорое время, я поняла, что это просто снежный ком, это обут, который тебя затягивает, потому что от отсутствия понимания того, что у тебя будет прямо вот сейчас, через час, в течение дня, что тебе нужно сделать, твой мозг очень сильно расслабляется и тебе одновременно не хочется делать ничего. И ты впадаешь в некое такое состояние вареной картошки, которая хоть чуть-чуть захочет есть, она сразу же идет есть. Вроде поел, надо посмотреть сериальчик, а вроде сериальчик-то посмотрел, серия закончилась там вторая и третья, а тут уже проголодался. И, наверное, именно поэтому мне приходит очень много вопросов о том, как провести карантин. Если не полезно, то хотя бы не деградируя, что ли, какие-то, может быть, правила для меня, я выработала сама. Я бы вам посоветовала в одно и то же время завтракать, в одно и то же время обедать, чтобы прямо было понимание, что вот сейчас ты позавтракал, у тебя на это время уделено, ты не торопишься никуда, да? Но потом, допустим, 3 часа у тебя выделено время на учебу или там на саморазвитие, и ты посвящаешь именно это время себе. Потом строго, например, 2 часа у тебя обед, значит, ты идешь и обедаешь. А не так, что что-то там в течение дня вот так вот расплывчатое, непонятно как, и вроде тут поел, там поел, 85 раз за день подошел к холодильнику, параллельно что-то там в кровати ты делал, какие-то дела. Ну, в общем, это все очень сильно расслабляет, и один из самых важных, конечно, пунктов в этом пункте, это иметь список дел на завтрашний день. Это вообще чуть ли не самое главное, что тебя может мотивировать встать с осознанием того, что ты хочешь начать этот день, того, что тебя ждут классные какие-то дела. Обязательно, чтобы в списке ваших дел было то, что вам нравится. То есть, если у вас там стоит математика, физика, химия, русский и так далее, это как бы не очень мотивирует. Поставьте хотя бы одну задачу, которая вам будет нравиться, которая вас будет мотивировать, вдохновлять на следующий день. Это очень важно. А еще лучше помимо планирования одного дня, планировать сразу же неделю, ну хотя бы примерно. То есть, просто для понимания, например, если ты хочешь заниматься спортом три раза в неделю, то ты сразу расписал понедельник, среда, пятница. Если ты понимаешь, что за эту неделю ты столько-то раз хочешь уделить время чтению, то тоже расписал сразу какие-то будут дни. И для мозга это легче, для тебя это намного больше вероятность, что ты это сделаешь. Второй мой совет. Мне кажется, карантин это наилучшее время для того, чтобы наконец-то заняться своим питанием. И если вы до сих пор до этого момента подходили к питанию и к выбору продуктов, как какой-то до заправки вашего организма, чтобы оно дальше хоть как-то работало, то возможно, стоит наконец-то в этом во всем разобраться и начать готовить для себя, например, вкусные, полезные завтраки. Это то, с чего я рекомендовала бы начинать, увлекаться, да, и заниматься, и разбираться в этой теме. Потому что, если ты сразу же начинаешь готовить какие-то большие глобальные блюда, обеды, что-то еще, что занимает очень много времени, сил, продуктов, опять же, это очень демотивирует. А если ты начнешь с маленького, например, с завтрака, а особенно завтрак, это вообще утро, потрясающее время, когда у тебя есть время, когда ты можешь спокойно пойти на кухню, сделать то, что ты хочешь, не торопясь, красиво украсить там свою кашу или свой омлет, и с удовольствием насладиться и съесть свой завтрак. Если что, этот пункт, это прям ровно про меня, потому что я не знаю, что со мной стало на карантине. Я настолько ударилась в готовку, что я готовлю завтраки, обеды. Если вы хотите вдохновиться, готовить по моим рецептам, например, которые я выставляю очень часто у себя в сторис в инстаграм, обязательно подписывайтесь, я здесь оставляю свой ник, если вы еще не сделали этого. Следующий пункт, девочки, это просто любовь. Как вы понимаете, мы все остались на карантине без бровистов, парикмахеров, мастеров по маникюру, по педикюру и так далее. Короче говоря, мы сами себе мастера дома, наконец-таки можно уделить время самой себе и научиться, не знаю, правильно оформлять в себе брови, ухаживать за своими ногтями, чтобы они всегда выглядели опрятно. Или же просто разобрать свою косметичку из 10 косметичек, которые там где-то разбросаны по квартире, собрать, наконец, одну, вымыть кисти, заняться, короче говоря, своей бьюти атмосферой. Может быть, это будет просто до использования старых баночек соли для ванны, скрабов и так далее, и, наконец, уделить себе время, релакснуть. Если раньше у вас не хватало на это времени, то сейчас, мне кажется, грех не воспользоваться такой возможностью и пару вечерков в неделю посвящать только себе, уединяться в ванной, брать с собой книжечку, чаек. Мне кажется, кто-то сегодня именно так проведет свой вечер. Идем дальше, и за следующий пункт меня поблагодарят ваши родители, потому что они будут очень рады, что я вам посоветую. Это уборка, девочки. Мне кажется, я прибрала уже все в нашей квартире, начиная от гардероба до аптечки, коробок в кладовке, явленной одежды, всего-всего. Вообще, очищение пространства, особенно весной, это для меня must-have, наверное, обязательный просто пункт каждый год. Это сразу же очищает мысли. В порядок вещах равно порядок в голове. Если постоянно глаза видят какой-то бардак, хаос, все лежит не на своих местах, то наш мозг тратит очень много энергии на то, чтобы это все анализировать, замечать, каждый раз думать о том, что так, это надо убрать, это надо прибрать. В итоге ты этого не делаешь. И только одними своими мыслями ты тратишь очень много энергии. Короче говоря, уборка это классно, я вам очень советую начать. Неважно с чего, но главное, не ставьте себе цели, не знаю, прибрать всю квартиру, вымыть окна, плинтусы и покрасить двери. Все, что вы не делали в своей жизни, именно сделать сейчас, потому что очень часто наш перфекционизм делает абсолютно обратную вещь. Наш мозг понимает, что так, слишком много дел, слишком много задач, и появляется просто какое-то бессилие и нежелание делать ничего. Поэтому каждый день, но помаленьку, вы помните, да, это намного лучше, чем один раз, но сделать очень много и потом не делать вообще никогда. Следующий пункт один из моих самых любимых, и я чаще всего слышу именно про этот пункт, что у меня не хватает на это времени. Как вы думаете, что это? Это чтение. Вообще я не верю в байку о том, что у меня не хватает на что-то времени, потому что если человек на что-то хочет выделить время, он найдет на это время. Мы просто иногда не понимаем и не осознаем и не замечаем, насколько много мы времени тупим в интернете, в телефоне, просто так вот листаем ленту, насколько нерационально иногда используем свое время. Поэтому я вообще никогда не воспринимаю вот эту фразу, у меня нет на это времени. Человек сам выбирает всегда, чем ему заниматься, как заниматься, чем зарабатывать, как зарабатывать. Но это уже другая история, но на карантине времени на чтение точно будет больше. Я очень часто в своем инстаграме, также в сторис делюсь книгами или цитатами из книг, которые я сейчас читаю, поэтому тоже вас приглашу туда. У меня там есть закрепленные актуальные сторис. Ребята, я даже там формировала список мотивационных книг, которые лично мне очень понравились, повлияли на меня. И, кстати, к вопросу о нехватке времени, если действительно нет в твоем графике пока что времени, чтобы взять физически книжку и провести с ней 10 минут, или, может быть, ты засыпаешь за чтением, и тебе как-то тяжело привыкнуть к этому, может быть, тебе подойдет аудиоформат. И, например, за какими-то делами, которые у тебя уже на автоматизме, происходит там нанесение макияжа, нанесение ухода или вечерний уход, что очень классно, вот вечерний уход, получается чистка зубов, снятие макияжа, какие-то уходовые средства на лицо, на волосы и так далее. Это минут 10, наверное, в ванной. В это время можно слушать аудиокнигу, и если вы поставите скорость 1.25, например, и вам, вашим ушам это будет нормально, то вы еще быстрее прослушаете эту книгу. Может быть, вам будет классно именно начать с аудиоформата, аудиокниг. Следующая рекомендация от меня это полюбить утреннюю зарядку или разминку. Если раньше вам нужно было скорее бежать в школу или там в университет или на работу, то сейчас у вас утро более или менее, да, оно принадлежит вам. Я знаю, что есть дистанционное обучение, я знаю, что люди продолжают работать, но тем не менее вам не нужно тратить время на дорогу, например, в учебное заведение или дорогу в офис. И появляются лишние минут 7 с утра, когда вы просто можете повертеть головой и как-то размять свое тело и начать новый день. Вообще, возьмите себе за привычку не выходить из двери спальни, точнее, из комнаты из вашей спальни, пока не разомнете тело, ну, хотя бы несколько минут. И я вас умоляю, не ставьте себе сразу же задачу каждый день заниматься спортом, растягиваться, еще делать пару асан-йоги, научиться делать колесо, шпагат и переворот. Я не знаю, начинайте с малого. Кстати, те дни, когда не хочется разминаться, и если вы чувствуете, что, ну, вот сегодня прям максимально лень, просто включайте свою любимую музыку и потанцуйте. Разогрейте свое тело, попрыгайте, это как минимум повышает очень сильно настроение. Нужно попить водички перед важным пунктом, потому что последний пункт, но не позднотее. Ушла куда-то вниз. Будет очень важно. Я порекомендую вам, наконец-таки, начать проводить время наедине с собой и кайфовать от этого времени. Почему-то в нашем обществе до сих пор не принято делать уборку в своей голове, а это чуть ли не самое важное, что ты можешь сделать для себя, и более того, бесплатно, абсолютно. Мы прибираемся в шкафах, в вещах, на кухне, моем посуду и так далее, но в нашей голове мы не делаем уборку почти никогда. Только когда мысль, там, не знаю, доведут до какой-нибудь депрессухи, и тебе уже надо будет кому-то выплакаться, высказаться, или это будет все перелито в обиду, в злость, в какое-то состояние напряжения, тревожности. Я всегда за профилактику, поэтому если есть такая возможность, а она есть у всех, проводить некоторое время в тишине, то есть наедине с собой, это могут быть медитации, заполнение дневника, мысли, да, за сегодняшний день, благодарности сегодняшнему дню, письмо себе в будущее, составление карты желания, определение целей того, чего ты хочешь в жизни, куда ты хочешь поехать, кем ты себя видишь, осознать, чем тебе нравится заниматься, откликается ли это с тем, что происходит сейчас в твоей жизни. Я не знаю, столько вопросов, столько идей, столько тем можно обсудить с самим собой, что грех не пользоваться этим временем, и раз в некоторое время, когда нуждается в этом ваша голова, делать некую уборку, некий разговор с самим собой, разбираться в своих истинных желаниях и целях. Ну что, мои 7 рекомендаций подошли к концу, это все звучало очень круто, классно, и так, возможно, мотивационно, вы немножко зарядились и так далее, но очень важно сказать и важно понять для себя, что не нужно требовать от себя свершения гор, не нужно думать, что за эти 30 дней карантина вы напишите план для своего стартапа, изучите три новых языка, будете регулярно заниматься спортом, освоите свое питание, будете ложиться в 9 вечера, просыпаться в 5 утра, каждый день будете проводить супер продуктивно, не будете смотреть сериалы и так далее. Нет, так не будет. Вы живой человек, и нужно и можно позволять себе есть, когда ты хочешь, есть, что ты хочешь, спать, когда ты хочешь, чувствовать себя плохо, не делать ничего продуктивного в день, это тоже нормально. Если вы думаете, что все блогеры, на которых вы подписаны, или там ваши знакомые, ваши друзья, какие-то супер продуктивные люди, они успевают все, они никогда не бывают в плохом настроении, у них идеально абсолютно все, то это не так. Ни у кого ничего не бывает идеально. И не нужно от себя требовать очень многого, потому что за этим многим, за этими ожиданиями может скрываться очень печальная реальность. Это вот к вопросу о том, когда ты настроил себе кучу-кучу планов, а в итоге потом просто чувствуешь себя каким-то вареным, абсолютно незамотивированным на весь этот план, он просто как бы вот отдельно написан, и ты такой отдельно. И понимаешь, что очень много впереди, и у тебя просто физически не хватает на это силы. Это на самом деле я говорю и самой себе сейчас, потому что у меня тоже бывают такие вот закидоны, что я слишком мало успела за день, да, всего лишь что там, и начинается. Дважды закинула стирку, развесила белье, приготовила завтрак, приготовила обед, смонтировала видео, написала пост, выставила сторис, погуляла с Евой. И знаете, вот куча всего набирается, просто нужно иногда не строить, повторюсь, нереальных каких-то ожиданий. И даже если вы просто какой-то один день проведете в сериалах на кровати, с попкорном или с бутербродами, это тоже ок, не нужно себя за это винить и корить. Этим самокопанием вы сделаете только еще хуже, лучше уж насладитесь этими бутербродами вдоволь. Этим сериалом, и в следующий день начните более продуктивно, если получится. Вроде все сказала, получилось, я очень надеюсь, полезное и интересное для вас видео. Напишите обязательно в комментариях, как вы проводите свой карантин, как вы себя чувствуете, что думаете по этому поводу, в общем, давайте общаться внизу. Ну, а я не заканчиваю вас радовать, нет. Почта России до сих пор работает, поэтому конкурсы у Сашки на канале продолжаются. И в этом видео я разыгрываю целый набор уходовой косметики для твоей кожи от Ифраше. В составе будет аж 7 продуктов. И чтобы поучаствовать в конкурсе, тебе нужно подписаться на мой инстаграм, подписаться на мой канал и написать комментарий под этим видео обязательно с ником твоего инстаграм, чтобы я с тобой связалась. Ну, я вас, красотки, удаленно, дистанционно обнимаю, целую и желаю приятного карантина. Не грустите, не печальтесь, это все пройдет, будет все хорошо. Ищите в любой ситуации по возможности плюсы и грустите, когда вам хочется грустить. Это тоже нормально, мы все живые. А, ну и, конечно же, смотрите мои предыдущие видео. Где-то здесь всплывут сейчас иконочки с моими предыдущими видео, где-то будет иконочка подписаться, возможно, вот здесь вот. Я вас очень сильно люблю. Пока!